Пострадавших много, причина одна. Обман со стороны туроператоров и агентств. Такие случаи в Иркутской области сейчас участились, а ведь впереди новогодние каникулы, которые многие хотели бы провести за пределами региона и страны. Есть ли защита от недобросовестных фирм? Пыталась разобраться Юлия Шенкарюк. Искать на здании вывеску и ходить по кабинетам бесполезно. Фирма «Натали Тур Иркутск» исчезла. В прежнем офисе компании теперь другая организация. Телефоны турагента молчат. Сайт и вовсе не работает. Зато в интернете полно негативных отзывов. Покупали в сентябре путевку в Турцию. В день отлета сообщили, что отель не подтвержден. И предложили другой вариант. Разница в стоимости тура составила 40 тысяч рублей. До сих пор не вернули деньги. 28 июня 2018 года между мной и туристической компанией «Натали Тур Иркутск» был заключен договор на приобретение турпоездки в Таиланд. Услуга была 100% оплачена. За день до отлета нам сказали, что услуга не может быть оказана. Деньги выбивали со скандалом. Те, кто не смог получить деньги, жалуются в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства советуют скорее обращаться к правоохранителям. Тогда есть шанс вернуть средства. Это удалось жителям Ангарска. Там фирма с похожим названием «Натали Тур» обманула 14 клиентов на 2 миллиона рублей. Отчаявшиеся вернуть свои средства люди обратились в полицию. За очень короткие сроки сотрудники помогли нам вернуть наши средства, которые мы очень долго копили, собирали. Не могли добиться возврата денежных средств. Не может добиться получения денег и иркутская авиакомпания. Да, иногда от действий туроператоров страдают целые организации. Ираэра 7 декабря приостановила рейсы с острова Хайнань в Россию. Причина – фирма «Жемчужная река» задолжала перевозчику более 2 миллионов долларов. То есть продала путевки людям, но не оплатила билеты. После совещания в Москве Ираэра всё-таки решила перевезти туристов за свой счёт. Пассажир-то не виноват в этой истории абсолютно. Два хозяйствующих субъекта между собой, по-русски говоря, борются. А сейчас позиция Росавиации, и мы поддержали эту позицию. Именно вывоз пассажиров в Россию на данный момент. Мы вывозим 363 человека. Это у тех, у кого окончился отдых. Остальные ещё отдыхают. После авиакомпания также перевезёт их в Россию. И расторгнет договор с туроператором. Но через суд потребуют возместить ущерб. Возможно, этим займутся и россияне, которые купили путёвки о «Жемчужной реке» на конец декабря. Они теперь тоже не смогут улететь в отпуск. Среди пострадавших есть иркутяне. Такой бум туристического обмана в регионе удивляет даже юристов. Но, как правило, это бывает крайне редко и крайне громко. Потому что все турагенты, если они маломальски ценят свою репутацию и хотят продолжать оставаться на этом рынке, они, безусловно, хранят возможность давать качественные услуги, оказывать качественные услуги. И поэтому, если вопрос идёт просто об обмане туристов, то это всё, это однозначно сразу же крест на деятельности туристической. Примечательно, что все перечисленные компании – не однодневки. Некоторые успешно проработали более 20 лет. Получается, что даже такой опыт не может быть для туристов. Гарантией отпуска без проблем. Юлия Шенкарюк, Марина Минченко. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова